В сообществе «Парижское кафе» опубликовали отрывки эссе Антуана де Сент-Экзопери. Я не влюблён в Экзопери, хотя я с удовольствием вспоминаю его изумительную, прекрасную формулу, что надо жалеть тех, кого ты приручил. Он даже острее говорит, мы в ответе за тех, кого приручили. Ну, в данном случае у меня заинтересовал его отрывок о мёртвых. Он пишет так. Сейчас мы сделаем шрифт покрупнее, чтобы можно было прочитать. Он пишет так. Я знавал, может, знавали и вы, немного странные семьи, где за столом сохраняют место умершего. Здесь отвергают непоправимое. Но, мне кажется, это вызов судьбе не утешает. Надо признать, что мёртвые – мёртвы. И тогда мы вновь, хоть и по-иному, ощущаем их присутствие. Вот меня это заинтересовала тема, и хотелось поразмышлять. Я написал эссе «Отношение к умершим без уныния и как к живым». Я предпочитаю делать вид, вернее, не вид, а ощущать, что они есть и вовсе не умерли. Я не ставлю для них чашек, но мысленно разговариваю над осными, что-то примериваю к их суждениям. Фотографии их не так радуют меня, как их мысли. Они теперь живут в мире моей души. Таковы для меня и Пушкин, и Гоголь, и Булгаков, и Бах, и Бетховен, или Ван Гог, или Врубель. Таковы для меня и мои родители, или друзья, ушедшие. Они рядом, и ничего не изменилось. И тогда при таком отношении нет и печали. Они живут, я общаюсь. Что же печалится? Прав Пушкин. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И долго буду тем любезен я народу, Что чувство доброе я лирой пробуждал. Но не только чувство доброй лирой пробуждал, Но и мелочи острый взгляд на многое. И я с ним все время соглашаюсь. Не продается вдохновение. Все время я говорю в своих эссе, Полемиссируя с кем-нибудь. Нельзя насильно улучшить государство. А иногда не соглашаюсь с Пушкиным. Мадонна Рафаэля вовсе не божественная красотка, А парохвостка легкомысленная, Которая упекла своего возлюбленного в тюрьму, Чтоб не мешал общаться с маэстро. Но Пушкин не догадался и не знал. А я догадался, а потом узнал. И мне мило дружить с этим множеством людей, Которых считается, что нет на свете.